Девчонки, я поняла, что мне настолько важно делиться вообще всякой информацией, то есть я без этого не могу, если я что-то новое получаю, я не могу это держать в себе, что-то новое узнаю, не могу держать в себе это. И мне нужно куда-то это вылить, вот эти вот свои мысли. Я вот сейчас только сама себя начала узнавать. То есть когда мы входим во взрослую жизнь, очень часто, ну кому-то, наверное, повезло в этом плане, а кому-то, ну не очень. Очень. Родители очень часто за нас принимают какое-то решение. Например, куда нам идти учиться, какое образование получать. Например, вот я несознательно пошла на экономиста, и только сейчас понимаю, что это вообще не мое, это чуждо мне, да, быть экономистом, перебирать вот эти вот бумажки. Я настолько наработалась, видно, в своей жизни с этими бумажками, хотя я, там, мне не 60 лет, но уже мне сейчас вот это вот, даже просто оплачивать по счетам, или вот мне сейчас куча бумаг, которыми нужно перебрать, а у меня настолько такое неприятие вот это вот всяко бумажные волокиты, работы и перебирания, что я даже не могу вот разобрать шкафы и выкинуть все лишние бумажки. То есть вот настолько они мне оперативили. И мы ведь сами себя очень плохо знаем, и нас очень часто родители как бы направляют. И редко, когда родители, опять же, те же самые, это самые близкие наши люди, они слушают, так непривычно говорить, когда я сама себя не вижу, а просто вижу камеру, я перевернулась сейчас, чтобы качество было получше. И родители очень часто направляют нас, хотят нам лучшего, но не всегда смотрят на ребенка, и пытаются разглядеть в нем какие-то качества и какие-то черты характера, которые можно было бы раскрыть. Допустим, мама не могла учиться в школе музыкальной, она идет, дочь отдает музыкалку. У нее, допустим, мечта была, вот как я с Юлькой разговаривала, она говорит, я всю жизнь мечтала пойти на музыкалку, мама меня не отпускала, и вот она сейчас дочь на гимнастику, и на музыкалку водит, и везде, где только можно, там перезагружая ребенка, и, возможно, не понимая, как бы я не ее беру только во внимание, не всегда отслеживая, а насколько это близко ребенку, испытывает ли он от этого удовлетворение. И вот так вот мы своих детей ведем. И так же вот вели меня родители, как бы направляли меня. А в результате, получается, человек входит во взрослую жизнь, и он не всегда сам себя может идентифицировать, понять, кто он на самом деле, и что ему нравится, и от чего он получает удовольствие. И только сейчас, например, лично мне, там, спустя 30 лет, приходят очень многие инсайты, озарения по поводу того, кто я, для чего в этом мире. И вот прямо сейчас я разговаривала с одним человеком, и я поняла, что мне нужно обязательно, если я получила какую-то информацию, я не могу не поделиться, не поделиться ей, мне обязательно нужно вылить. Возможно, это можно как-то вклинить в мою, там, повседневную жизнь, стать преподавателем или, например, блогером. То есть я себя здесь нашла. На самом деле я здесь себя нашла, потому что я могу поделиться какими-то... Даже мне вот люди пишут на то моё видео о депрессии. Многие отметили, что я им чем-то помогаю. И у каждого человека есть свой учитель. И у меня есть люди, которых я слушаю, и энергии, которых я напитываюсь. У тех людей есть свои, даже у психологов. Вот вы ходите к психологу, а у психолога есть обязательно свой психолог. Потому что выдержать тот объём информации, причём негативной информации, это не по силу человеку одному. И абстрагируется очень сложно от каких-либо проблем, особенно тяжёлых проблем, там, разводы, депрессии, дети, без отцов. И вот это вот нужно копаться в проблеме, разбирать, и потом это нужно куда-то сливать обязательно. И у психолога, у вашего психолога обязательно есть психолог. А у этого психолога есть другой психолог и так далее. Я сейчас по вашему совету заказала книжки «Красная таблетка» и «Чертоги разума». Это Курпатова, доктора Курпатова. И пока я ожидала в мошене, я не помню, в какой именно из книг наткнулась на такую мысль, что чем больше наша жизнь обрастает различными гаджетами, тем примитивнее мы становимся. И это можно, например, отследить на отношениях, на создании семьи, на встрече в жизни своего партнёра. Раньше, где мы могли повстречаться, где мы могли, например, начать встречаться с молодым человеком, это либо на работе, либо мы вместе учились там в детском садике, либо в школе, либо в университете, либо в общем дворе. Как, например, я познакомилась со своим первым молодым человеком. И раньше не было телефонов, мы общались больше и чаще в реальной жизни. И как сейчас происходит это? И, знаете, мы раньше пытались наладить отношения с человеком, больше о нём узнать, все его потребности, что он чувствует, эмоции. То есть мы не так сильно разбрасывались отношениями и людьми. А сейчас у нас формируется потребительское общество, когда сломался телефон, мы можем сразу же купить другой. Если нам чем-то человек не понравился, не устраивает, какая-то черта характера, то сейчас он пруд-пруди, зайди в интернет, особенно это развито у мальчишек, у парней, когда там набрал один и тот же текст, разослал его 50 девушкам, нет вот эксклюзивного отношения. Вот я смотрю, допустим, знакомиться очень часто мне пишут в социальных сетях, это какие-то банальные простые фразы, привет, как дела, или ты мне нравишься, или давай, детка, с тобой познакомимся. То есть очень настолько всё узко, лобно, примитивно, ограничено. И если вдруг ты не ответила, то ничего страшного, есть ещё куча других, которые там на твоё вот это вот короткое сообщение очень быстро отреагируют, и не нужно как-то вкладываться в человека, его узнавать. Если, допустим, ты встретился, и тебя чем-то человек не устроил, что-то тебе там не понравилось даже в первом знакомстве, при первой встрече, хотя, например, есть такое правило у сатьи ДАС, если кто его смотрит, что нельзя судить о человеке по первому свиданию. И я настолько утвердилась в этом мнении, что нужно человеку дать второй шанс обязательно, и третий шанс, так как вы недостаточно раскрепощены ещё при первом знакомстве, и нужно обязательно посмотреть человека в нескольких разных ситуациях. Только тогда и вы на самом деле можете таким образом упустить свою судьбу. Но свою судьбу никогда не упустишь, но тем не менее вы можете вот именно своего человека как-то, ну, отбросить. Только лишь потому, что он просто, например, замешкался при выборе блюда, например, в кафе, или как-то не так по-вашему ответил. На самом деле он просто может испытывать неловкость от первой встречи или от того, что вы ему понравились. То есть ценность отношений, ценность узнавания человека, она как-то таковая такая теряется. И у нас почему сейчас много разводов, и это всё тоже связано с тем же, я считаю, когда нам скучно выстраивать отношения с человеком. Нам даже больше не скучно, а нам жалко тратить на это своего времени. Когда вокруг столько возможностей знакомства с другим человеком, я беру, опять же, во внимание всё-таки мужской пол, потому что они проявляют инициативу. И поэтому есть такой момент перебирания. Не одна, так вторая. А зачем что-то улучшать, когда вон их столько вокруг готовых ответить тебе, даже если ты состоишь в браке. То есть много таких вот нюансов. Мне вот понравилась именно как раз мысль, хотя она не прочитана мною была не до конца, я закрыла книжку, надо было мне уже ехать, но я поняла, что это как раз то, что я давно искала. И вот мысль этой книги такова, ну там, наверное, много мыслей, но вот на той страничке, на которую наткнулась, что вот эти вот все, мы становимся реально узколобыми, примитивно думающими, потому что вот это вот всё, то, что сейчас появляется в нашей жизни, оно с одной стороны упрощает, а с другой стороны мы деградируем. То есть мозг у нас не хочет мыслить, думать. А ещё знаете, что я поняла? Если как только у меня возникла мысль, её сразу нужно озвучивать вам. А я прежде чем к вам выйти в эфир, я сначала поговорила по телефону, вылила вот этот вот свой поток, и уже у меня по-другому, то есть я по-другому человеку рассказывала, у меня столько было эмоций, я столько с таким энтузиазмом всё это озвучивала, и мне так было покайфово это всё передавать. Я уже сейчас с вами по-другому разговариваю, я чувствую, у меня тут запал-пропал. А ещё, знаете, на улице такая потрясающая погода, вот я прям вдыхала воздух двумя ноздрями, мне прям хотелось есть ложками его, настолько вот такой невероятный запах, где-то костерка, где-то цветущего, дерева, земли, сырости немножко, прям вообще классно. я на улице прям сегодня получала невероятное удовольствие просто от запаха, остановилась в моменте здесь и сейчас. И вот эти вот моменты, сейчас смотрю видеофильм, основанный на реальных событиях, как там написано, «Мирный воин» называется, про спортсмена, который пил, гулял, бухал, менял девочек и встретил потом мудрого человека, который объяснял ему смысл жизни, смысл многих вещей в нашей жизни. И вот этот момент здесь и сейчас, он часто от нас улетает. Допустим, мы едим одновременно, тут же смотрим телевизор. Или, например, заметила, что многие, когда кушают, выходят в Инстаграм. Я вот так пробовала и понимаю, что я и не здесь не нахожусь 100% с вами, не разговаривая, и в то же время не ощущаю вкус еды. И даже вот, когда я смотрю телевизор, или там, ну, не телевизор, я не смотрю, а смотрю какой-то фильм и кушаю, я понимаю, что я ем машинально. Я не чувствую ни вкуса помидора, огурца, там, сыра, салата. А вот я делю пополам своё внимание между фильмом, просмотром фильма и своими вкусовыми ощущениями, рецепторами. У меня не 100% работают. И вот именно очень важно каждому человеку находиться в моменте здесь и сейчас. Потому что, когда вы вот отследите, даже когда вы купаетесь, просто это вот и есть смысл в медитации. Смысл в медитации не в том, чтобы вы сели и там ваши мысли сосредоточились на чём-то, на какой-то картинке, образе, может быть, на какой-то части тела. В этом и состоится суть медитации. А попробуйте на каждом своём действии задержать внимание. Я вам даю 100%, что вы даже и минуты не сможете продержаться. Например, вот сегодня пойдите в ванну, начните принимать душ и сконцентрируйтесь на том моменте, когда вода льётся по вашему телу, ощущаете, как капельки скатываются, как струйки скатываются по вашему телу. Что вы ощущаете в этот момент? Насколько тёплая вода? Какая её температура? Влажность? прикосновения ваших рук к телу? И вот побудьте вот в этом моменте здесь и сейчас, не думая о том, как вам приготовить ужин, что сказать мужу, когда детей укладывать спать, а что вам сказала сотрудница ваша, коллега по работе, а как вы ей ответили, а как вы сегодня выступали, как выглядели в глазах окружающих. То есть попробуйте просто мыться. Есть такое стихотворение у Веры Полосковой «Яблоко». Я вам всем рекомендую его прослушать. Это как раз то, о чём я вам говорила, и у меня это с трудом получается. Я здесь умничаю, я понимаю, что многие вещи у меня тоже с трудом получаются, даже то, что я вам озвучиваю, мне это часто с трудом получается. Я не какой-то мудрец, я просто стараюсь практиковать это, пусть не всегда часто, и не каждый день, и не каждую минуту, но я если что-то прочитала, узнала, услышала, я стараюсь это не просто отложить в своей голове на полочке, но и пытаться привнести это в свою жизнь. Пусть это не всегда у меня получается, чем больше вы практикуете, тем больше это становится вашим образом жизни, потому что мы все-таки как ни крути, люди привычек. как ни крути, как ни крути,